Шулхан Арух Кто мог бы предсказать, что именно этой книге предстояло донести свет Синая до XX века? С тех пор, как Иосиф Каро написал свой труд, и вплоть до наших дней не создано было ничего подобного, Иосиф Каро сделался еврейским Блэкстоном. Вот здесь у меня на полке рядом с томом Рамбама, вот они, восемь высоких томов книги Шулхан Арух, что значит «накрытый стол». Иосиф Каро, родившийся через два с половиной столетия после Рамбама, был одним из его скромных последователей. В своем комментарии он защищает Рамбама от напада кулителей. Он вступается также за другого правоведа, Тура, написавшего популярное изложение закона в духе того «модернизма», в кавычках, начало которому положила Мишна Тура. Комментарий Иосифа Каро к книге Тура «Труд его жизни» был широким обзором еврейских правоведческих познаний. Многие считают, что это лучшее произведение такого рода во всей еврейской литературе. Названное «Дом Иосифа», оно значительно длиннее самой книги Тура. Уже будучи стариком, Иосиф Каро решил, что было бы полезно сделать сокращенную редакцию «Дома Иосифа», которая могла бы стать неплохим пособием для дилетантов. И тогда он создал книгу, которая, как он выразился, оказалась столь короткой, простой и общедоступной, что любой неподготовленный читатель может заглядывать в нее раз в месяц и таким образом освежить в памяти основные положения закона. Это и есть книга Шулхан Рух, костяк всего раввинского обучения, к которой постоянно обращается любой исследователь иудаизма, начиная с 15-летнего возраста и до самой своей смерти. Шулхан Рух, вместе с комментариями к нему и с хрониками позднейших судебных решений, представляет собою современный свод еврейского закона, и на этот свод обычно ссылается еврей, когда он советуется с раввином по поводу того или иного постановления. Конечно, тот толстый том, который сейчас стоит в книжном шкафу у любого раввина, это уже не лапидарный труд, что был задуман и создан Иосифом Каро. На каждой странице современного издания Шулхан Рух самому Иосифу Каро принадлежит иной раз всего две или три строки. Остальное — это пространные комментарии, накопившиеся и наслоившиеся на текст Иосифа Каро за долгие века, включая и комментарии, сделанные в наше время. Не раз и не два видел я снисходительную улыбку на лицах раввинов, когда в споре ссылался на текст книги Шулхан Рух. И не раз и не два я этим выдавал свое незнакомство с толкованиями ученых-эрудитов, напечатанными петитом. Однако, что ни говори, а слава создания книги Шулхан Рух принадлежит Иосифу Каро. Его труд — это норма практической еврейской юриспруденции. Почему же Шулхан Рух приобрел такое значение? Почему Каро занял в истории еврейской мысли более высокое место, чем любой другой автор со времен Ягуды Анаси? Как личность и как мыслитель он явно уступает Рамбаму. Само имя Иосифа Каро не так уж и известно. Я видел издание книги Шулхан Рух без указания авторства. Книга Шулхан Рух живет самостоятельной жизнью, подобно Талмуду. В некотором смысле можно сказать, что если имя автора заслонено в сознании людей названием его книги, это свидетельствует о его величии. Непритязательность к книге Шулхан Рух просто поразительна. Если Рамбам начинает свой труд с ответов на наиболее сложные и запутанные вопросы теологии, то Каро возвращается к стилю Талмуда и начинает свою книгу с того, что описывает, какие действия совершает благочестивый еврей, когда просыпается по утру. И также он продолжает свой труд пункт за пунктом, в основном следуя своим двум великим предшественникам и учителям — Рамбаму и Туру, но оставляя в стороне всякое философствование, которое не имеет отношения к практическим поступкам. Часто Каро цитирует слова своих учителей буквально, слово в слово, а композицию своей книги Каро явно заимствовал у Тура. Шулхан Арух вовсе не блещет совершенством стиля, как Мишна Тура. Каро пишет кратко, отрывисто, отбрасывая все второстепенное и оставляя только голую суть вопросов. Однако он прост и понятен, как никакой другой автор, и умеет схватывать самое важное. Каро родился в Испании незадолго до того, как в 1492 году евреи были изгнаны оттуда. После долгих скитаний по Европе он поселился в городе Цфате, на севере земли Израиля, и прожил здесь до самой смерти, а умер он в возрасте 87 лет. До последнего дня своей жизни он писал, преподавал и занимался учеными исследованиями. Люди, склонные к мистике, могли бы сказать, что такой основополагающий труд, как Шулхан Арух, должен был появиться именно в земле Израиля, дабы исполнить пророчество Писания, согласно которому закон должен исходить от Сиона, и что в этом-то как раз и кроется секрет успеха начинания Иосифа Каро. В Талмуде говорится, что воздух святой земли делает человека мудрее. Действительно, в книге Шулхан Арух ощущается что-то от голых каменистых холмов, широко раскинувшейся долины и кристально чистого воздуха Цфата. Подобно тому, как Иосиф Каро вернулся на святую землю, так и его книга вернулась к простым законам Торы и Мишны. В доме Иосифа, написанном в Европе, Иосиф Каро перекопал горы аналитической учености диаспоры. А вернувшись в святую землю, он сократил все это и создал сжатый Шулхан Арух, который обеспечил его автору Странное, почти анонимное бессмертие.